Мы на каждом побывали, а мы покатились совсем. Вот такой лифт. Людмила Федор восторожил дома 215 по улице Нововокзальной. Заехала сюда еще в 1974 году. С тех пор лифт в подъезде так и не ремонтировали. И вот спустя 43 года в доме новый транспорт по этажам. Пока шел ремонт, Людмила и другие жители поднимались по лестнице, не возмущаясь. Все были предупреждены письменно, под роспись, что вот эти две недели вам придется ходить пешком. Люди не противились. Были, конечно, такие, что тяжело ходить на лечение в поликлинику. Но все выдержали смело. Никаких не было нареканий, никаких возмущений. Ходить пешком долго не пришлось. Ремонт лифта уложился всего в две недели. За это время полностью обновили все оборудование. Новый трос, лебедка, антивандальное покрытие стен, небьющееся зеркало. В лифтовой все автоматизировано. Установлены электронные датчики, сделанные по современным технологиям. Лифты у нас сейчас выпускаются энергосберегающие с применением последних технологий, частотным приводом управления и открытия дверей, что обеспечивает плавные движения лифтов, плавное открытие и закрытие дверей, ну и самое главное, комфортабельные поездки наших жителей. Предусмотрена защита. Если лифт остановился на этаже, то дверь автоматически открыта, человек может выйти. Если она между этажами останавливается, то там срабатывает так, что дверь не откроется, и пока лифтер ее не поставит как надо. Видеокамера там установлена, чтобы вандализма не было. На данный момент в Самарской области по программе капитального ремонта заменили 560 лифтов. Это около 110 домов. На 2017 год запланированы замены еще в 34. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.